Так, ну что, дорогие друзья, давайте будем приступать. Конечно, первое, с чего мы начинаем, по обыкновению, наше излюбленное местописание – Псалом 118 или же Тегелим 119. И сегодня мы изучаем 11-ю букву чудесного алфавита, божественного алфавита еврейского языка, иврита. И 11-я буква у нас звучит «Каф». Я начну читать Тегелим 119 с 81 по 88 стих. Или Псалом 118, то же самое, 81-88. «Изнемогает душа моя о спасении твоем, уповаю я на слово твое, и стаивают глаза мои о слове твоем. Говорю я, когда утешишь ты меня, я стал как мех в дыму, но уставов твоих не забыл. Сколько дней раба твоего, когда произведешь ты суд над гонителями моими, рыли злоумышленники ямы для меня, вопреки учению твоему. Все заповеди твои верны, несправедливо преследуют меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но не оставил я повелений твоих. По милосердию твоему придай мне жизненных сил, я буду хранить свидетельства уст твоих. Амин». Просто прекрасный Псалом. Читая именно эти строки, обратил внимание именно на 86 стих, где написано «все заповеди твои верны». Все вот эти 8 стихов начинаются с буквы «кав», непосредственно с нашей буквы, ту, которую мы изучаем каждый урок. И 86 стих начинается «все заповеди». И мы знаем то, что «все». «Кольбеседр», говорят, наша буква «кав» тоже имеет значение всего. И перед вами сейчас вы видите вот такой слайд, очень интересный и познавательный, на котором мы видим нашу с вами букву «кав». На что похожа эта буква красненькая? На букву «с», обращенную, в другую сторону. Мы понимаем, что евриджи пишется справа налево, и поэтому это та же самая буква «с». Просто справа налево, а не слева направо. Или «си», да, английская «с», да, которая тоже иногда читается как «к», между прочим, да, на английском языке, если ее читать. Действительно, это прародительница буквы «с», буквы «к». Это одиннадцатая буква еврейского алфавита. Числовое значение у нее 20, да. Одно из значений этого слова «кав», перевод этого слова, это ладонь. Она даже похожа на вот эту открытую ладонь, которая готова что-то взять, или готова что-то сделать, что-то сотворить, да. Это ладонь, готовая к работе. Буква «кав», мы с вами 10 букв уже изучили. Это все, это полнота. И духовная полнота 7, и физическая полнота 10. Мы все это с вами изучили. И теперь мы переходим на уровень действий, работы, дел. Именно с помощью руки, именно с помощью вот этой ладони человек воплощает большинство своих замыслов. То, что он мыслит, то, что он хочет придумывать, да, он делает это руками. Плохое ли, хорошее ли, да, конечно. Он делает это вот с помощью вот этой открытой руки. Внизу вот вы видите черный такой изгиб этой буквы, да. Эта буква в конце слова пишется вот таким вот изгибом, да. Уже не как «с», да, а уже вот так вот она изгибается просто, да, как бы наклоном. Если ее письменную смотреть, да, она похожа на такой скребок, как будто бы лопата с ручкой такая, да, как будто что-то, чем человек работает, да. И на иврите слово «лопата», да, она звучит даже немножко похоже. Она звучит как хафира. Созвучно со словом «кав». Она, конечно, пишется не с буквы «кав», да, но само созвучно, да, слово «лопата» с этим звучанием «кав», звуком. Лопата – это один из основных инструментов тоже строительства, да, и мы как бы с вами уже можем понять то, что здесь вот эта буква «кав», она связана по сути с деятельностью какой-то, именно с делами, не просто там размышлять, разговаривать, а именно делать, да, взять все в свои ладони, в свои руки. С буквы «кав» начинаются такие слова, как «кен», да, на иврите «кен». Это переводится «да». Это согласие, да, «кен», конечно, да, я готов приступить к чему-то, да, я с чем-то согласен. Такие слова, как «коах», это «сила» переводится, да. Очень часто я слышал в Израиле, мы пели даже песню «коях», 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 «коях». Ну, дает силу нам. Такое слово, как «кипа», все знают, да, «кипа» – это купол, да, покрывающий что-то, да, или над ковчегом «херувимы», «крувим» тоже с буквы «кав», да, это покрытие, да, вот этого ковчега. Вы видите вот этого сейчас преклоненного такого сгибающегося человека, да, вот слово «сгибаться» с иврита переводится «куфеф», поклоняться, преклониться, да, перед чем-то или перед кем-то. В вопросе деятельности, то это значит принять на себя определенную обязанность. Ты, если сказал что-то сделать, то ты преклонился и начал это делать, то ты занялся работой. Человек, который обычно вот таким образом, да, как вот здесь на рисунке склоненный, это человек, он чем-то занимается, да, потом у него спина болит, ему нужно делать массаж этому человеку. Буква «кав» – это буква деятельности. И я хочу рассказать вам маленькую такую историю. Вы видите вот здесь на экране лопата изображена такого, из серебра сделано, да, изображено также зеркало из серебра, да. Так вот, когда изобрели зеркала из стекла, то зеркала из серебра никто не выбрасывал. Делали стекло и его опрыскивали уже серебром меньше, чтобы использовать, да, и тогда получилось зеркало. На иврите слово «серебро» пишется с буквы «кав», и оно звучит так «кэсэф». Серебро также в Библии часто понимается, как за все платит серебро. Это деньги, по большому счету. И сегодня в Израиле деньги переводятся так же «кэсэф», «кэсэф», «давай, кэсэф». Очень созвучно с русским словом «касса» или американским словом «кэш». «Кэсэф», «кэсэф», «давай, кэш», «кэш», «давай, кэш». Так вот, я хочу рассказать историю про этот «кэсэф», да. История называется «зеркало». Однажды ученик у Равина, он спросил, он говорит, «Рэбе, а почему, когда приходишь к беднякам, то они к тебе очень расположены, приветливы, они готовы тебе помочь, чем-то выручить, да, готовы выслушать, поговорить, да. А когда обращаешься к богачам, то они такие все серьезные, чем-то занятые, черствые такие, да, и никого не замечают, не хотят никого замечать, ходят вот так вот, да. Ученик спрашивает, неужели причина, то, что они такие богатые, да, то, что неужели причина в кэсэф, да, в деньгах. И Равин, он мудрый, да, он говорит, ну, посмотри в окно, ученик, да, он говорит, что ты видишь в этом окне? Ученик начал рассматривать, и он говорит, ну, вижу улица, вижу, повозка едет, вот, там, фрукты, овощи везут на базар кто-то, да, вижу, люди ходят, ну, что еще, вот, вижу вот это. А он говорит, хорошо, а теперь посмотри-ка в зеркало, вот, на зеркало посмотри, что ты сейчас видишь? Он говорит, ну, что же я могу видеть? Конечно, я вижу себя. И он и говорит, вот видишь, и окно, и зеркало, они сделаны из стекла, да, но стоит немножко добавить серебра на это стекло, то все, вместо других людей ты видишь только себя. Все то, что мы делаем, а мы говорим сегодня о деятельности, буква «кав», это готовность что-то делать, да, оно не должно быть из корыстных побуждений, да, чтобы только ради денег я готов что-то делать, только ради денег я готов обращать внимание на других людей, только ради денег я готов Тору учить, допустим, только ради денег я готов заповеди соблюдать, только ради денег, ну, не только для этого, да, так скажем, и вообще не для этого. Давайте мы обратимся еще к цифре 11, да, Вот перед вами вы увидели склоненного человека, склоняющийся, готовый принять на себя деятельность какую-то рука, готовая к работе лопата из серебра, деньги. Это все связано с буквой «кав». «Кав» – это готовность делать, готовность идти дальше. Одиннадцатая буква алфавита. В Библии число 11 символизирует в основном число дезорганизованности, беспорядка даже. И разобщенность. Чего-то не хватает для того, чтобы было что-то, нужно еще работать. Еще ничто не готово, да? Поэтому оно связано с деятельностью. Нужно делать. Еще дезорганизованность, да, так сказать. Мы видим 11 старейшин Идумеев. У Идумеев было 11 старейшин. Идумеев – это символ народа такого плотского, такого народа, который дом красный, беспорядочные там у них были связи. И так далее, да. Это народ беспорядков. Дальше мы смотрим. Одиннадцать сынов Якова. Да, это когда Иосифа продали. И стало их одиннадцать. Что это? Разобщенность. Нету полной семьи. Нету всех братьев, да. Дальше. Иаким, царь, он царствовал 11 лет, когда Новохудоносор пришел и начал разделять Иерусалим, и было изгнание. Да, вот местописания указаны. Да, я не буду читать местописания, вы поверьте мне на слово. Иаким царствовал 11 лет в Израиле. Следующий царь, который был при разрушении храма, Сидекия, он царствовал тоже 11 лет. То же самое вот в Еремии, 39 главе написано об этом, 52. 11 апостолов – это свидетельство разделенности, да, то, что один апостол куда-то тоже пропал, да, там, Иуда, скажем, да. И апостолы спешно говорили, что нам нужно сейчас избрать 12-го, мы не должны остаться в беспорядке, в разделенности, нам нужно срочно найти 12-го, да. Вот поэтому 11, да, это число. Также в Матфея 20 главе говорится об 11-м часе. 11-й час – это смятение перед приходом Христа, да, ну, такие просто заметки, чтобы вы понимали, связанные с числом 11. Что же еще, да, в астрологии цифра 11, она связана с 11-м знаком, это водолей, 11-й знак, да, сейчас идет эра водолея. В иврите, в языке каф, она упоминается иногда как союз, да. Помните, есть «кэ», между словами упоминается «кэ». Каф служит союзом, который помогает сравнить предметы между собой, да, «кэ». Или это, или это, как бы союз, да, такой сравнивающий, да, или какое-то явление, да, сравнивающий. По идее, все наши действия, всю деятельность, которую мы творим, мы должны перед тем, что-то делать, иметь четкий план, продумать все до мельчайших деталей. И для того, чтобы продумать, для того, чтобы этот план составить, нам необходимо, что, сравнивать все возможные варианты достижения этой цели. Так достичь, так достичь, план «Б» должен быть, да, мы должны сравнивать, уметь, да. Для того, чтобы достигнуть цель, мы выбираем один из лучших вариантов и достигаем его, да. Вот этот союз Каф, он помогает нам или так идти, или этим путем, или этим путем. Правильное решение в итоге помогает нам что? Помогает нам двигаться вперед, уже не отклоняясь. И если мы посмотрим, да, форма буквы Каф, она показывает, вот, все, сюда двигаться, не отклоняясь, в эту часть. Именно по направлению всех последующих букв. Сюда, назад, дороги нет. Все, она закрыта сверху, сзади и снизу. Только сюда теперь. Все, от буквы Ют пошли. Если помните, от буквы Алиф такая же наподобие была буква Бейт, да. Вот этот Бейт, от Бейта мы начинаем прокачивать всю свою духовную познавательную способности. А теперь от буквы Каф мы начинаем действовать с вами, да, мы начинаем уже деятельность. Нам необходимо, чтобы вот этот план, который был заложен от буквы Алиф до буквы Ют, план спасения, он начал работать в нашей жизни. Согласно иудаизму, задача человека на земле, да, не быть пассивным. Человек, он не должен подчиняться обстоятельствам. Ему необходимо идти постоянно путями Творца. Ему нужно действовать. Ему нужно постоянно активно творить в этом мире, совершенствовать все вокруг, да. И вот готовясь к этой букве, я сегодня провел уже несколько занятий и встреч, и так далее, и все. Я говорю, я не могу даже подготовиться. Сама буква вот эта как бы, она такая какая-то вот. Надо что-то делать, там надо делать, там, туда надо это, это, это делать. Еще после этого у меня сейчас репетиция, после нашего общения. И после репетиции мне нужно всю ночь делать, там, тоже работу. Я говорю, какая-то буква сама деятельная, да, действительно. Мне надо об этом говорить, и мне надо еще много-много чего делать. Вот это вообще интересно. Не быть пассивным, в общем, нужно постоянно быть активным. Наши мудрецы, они объясняют, что Бог, Он творил наш мир, чтобы человек мог в нем создавать что-то, да. Не достаточно просто, там, сорвать траву, ее пожевать и все. Нужно обязательно, там, вырастить, чтобы зернышки, зернышки высушить, их помолоть, потом их опять водичкой заправить, потом слепить, помять, раскатать. И только тогда маца получится, да, и только тогда хлеб ты можешь испечь, да. Человек должен постоянно быть вот в этом, в движении, в деятельности, да. Естественно, человек должен сберегать, да. Есть страны, в которых прям семена со всего мира собраны. Они сберегают эти семена на всякий случай и постоянно обновляют свои запасы этих семян, чтобы это было все свежее. Чтобы ни в коем случае никакие растения, которые есть на земле, не исчезли. Злаки и так далее. Человек должен беречь это все, да. Человек должен улучшать это все, то, что здесь на планете есть, да. И вот эта буква КАФ, это именно как будто нам такой толчок, движок, давай, руку открывай и начинай работать. Бери лопату и погнали, да. Один из призывов сегодняшнего урока, да, от этой буквы, от этого алфавита, от Господа, то, что нужно вместе что-то делать. Нужно делать наш мир лучше, нужно его улучшать. Нужно двигаться по направлению к следующей букве, да, нужно постоянно, нельзя останавливаться. А потом за ней будут следующие буквы. Вот в этом направлении нужно постоянно двигаться. Очень интересно и очень важно это узнать, да, то, что КАФ, она употребляется в таких вот словах. Сейчас я покажу вам внимательно на экран. Я эти слова уже говорил, это ладонь, и вы видите, да, буква КАФ, так и звучит. КАФ, ладонь переводится, да. КОАХ, сила, я говорил. КЕН, да. Что мы видим еще? КИПА, это купол, да, покрытие, да, я говорил. И сгибаться, это КОФЭФ, да, это сгибаться. Дальше. Когда человек сгибается, да, когда человек кланяется, да, особенно вот пастор всегда говорит в Корее, да, все, а не хасио, да, и вот так вот, и делают такие вот, сгибаются, да. Типа, да, мы готовы вас принять, типа, вот мы вот, да, мы вас принимаем. Человек сгибается, когда? Под чью-то сильную руку. Ну, допустим, это можно объяснить, как в армии, да, допустим, приходит генерал и хочет там назначить кого-то там, ну, поставить лейтенантом, да, там. Вот представьте, лейтенант высокий, а генерал маленький, ростом. И генерал вот даже руку не может на его рост поднять, и он руку ставит, вот здесь я тебе сейчас медаль. И чтобы, не медаль, а там что, погоны, да, там скажем, да, звездочку на погоны, да. И что, лейтенант должен согнуться, чтобы тот ему звездочку на этот поставил. Младший, да, над старшим по званию, младший должен сгибаться перед старшим по званию, да. Для того, чтобы получить какую-то должность, какую-то силу, да. Для того, чтобы получить от Всевышнего, стать служителем Всевышнему, да, нужно сгибаться, нужно перед ним склониться, нужно поклониться. Не так то, что вот, я такой крутой, сделай меня пастором, я буду вообще еще круче, и все, меня никто не согнет. Ну вот таким образом, буква Каф, это буква, которая мудрецы говорят, не будь, интересное такое выражение, не будь как кедр, когда ветер сильный, а будь как тростник. Сгибаться, когда сильный ветер, нужно иногда уметь пригнуться, пусть он пролетит, пролетел, все, встали, нормально. Сгибаться иногда нужно учиться, нужно уметь. И вообще эта буква упоминается во всех словах, связанных с царством, с богатством, вот с таким вот, я говорил уже вам о кесов, о деньгах и о серебре. Так вот, первое, кетер, корона, да, кетер, слово, да, оно пишется с буквы Каф. Дальше мы идем, мэлэх, вы видите в конце этого слова, вот это хэ, да, она, это именно Каф, которая пишется в конце, склоненная. Мэлэх, представляете, вот этот Каф, склоненный, именно в царе, да, царь, мэлэх, царь это служитель, он склоняется перед кем? Он перед Всевышним склоняется, царь это служитель Всевышнего. Или малка, да, это царица, малка, вы видите сразу же эту букву Каф, да. Или несих, это принц, сын царя и царицы, тоже, да, на Каф заканчивается. Кесов, деньги, серебро, вы видите. Кас, это трон, Кас, Кас, трон Всевышнего, это Кас. Также есть еще имущество, ценности, да, там, накес, да, говорят, накося, накося тебе, да, мое имущество, накося выкусить, да. Это еврейское слово, накес, да. И, естественно, вообще все, да, а коль тоже, да, коль, мы говорили, да. Еще интересное слово я вспомнил, невеста, невеста, помните, как будет невеста на еврите, кто знает? Кала. Кала, да, мы поем, ле ха дуди, ле ха дуди, лей крат кала, приди навстречу невесте, друг, приди навстречу невесте. Кала, это невеста, да, так вот невеста с буквы Каф, она должна готова быть работать, она должна быть готова к деятельности, творить в этом мире что-то, делать своими руками. Это очень важно, да. И мы прочитаем, да, и так он для вас верующих, 1 Петра, 2 глава, 10 стих, он для вас верующих драгоценность. Что такое драгоценность, да? Это серебро вот это, вот это драгоценность, да, это Каф. А для неверующих камень, да, просто, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются. Не покоряясь чему? Слово, покоряясь, покориться, это тоже Каф, драгоценность Каф, покориться, Слово, это тоже Каф. На что они оставлены? Но выговорит род избранный, царственное священство, вот это цари, царственные, да, тоже Каф. Народ святой, люди взятые у дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный. Понимаете, вот это царственное священство должно покоряться чему? Слову Божьему, да, чтобы не быть оставленным. И тогда ты доказываешь, что это для тебя действительно верующий, что это для тебя драгоценность. Через вот эту готовность, через вот этот жест, когда ты склоняешься перед Всевышним, да, ты показываешь свою готовность принять ответственность, принять на себя служение определенное, да. Не только говорить о служении, как нужно делать там законы, там такие, законы такие, а именно склониться перед Всевышним под его верму, под его законы. И не зря называют раб Всевышнего, да, раб Божий раб, да, называют верующего, да. Тот, который готов выполнять заданное от его царя, от его господина, Господа, мы его называем Господом. Например, человек мечтает, чтобы у него была машина, да, допустим, мечтает о машине. Но когда у тебя появляется машина, ее нужно заправлять, ее нужно ремонтировать, нужно менять масло, покупать ей постоянно, да, нужно ее мыть. Потом нужно все еще... Тебя попросят друг отвезти куда-то, попросят маму отвезти куда-то, или родственники, или еще кто-то, да, вокруг этой машины много-много ответственности, много-много дел. А если целый год у тебя машина пробудет, то тебе нужно уже платить налоги, тебе нужно купить страховку, тебе нужно отучиться на права. Короче, в общем, столько всего для того, чтобы просто иметь машину. Один человек мечтает о машине, а другой думает, да зачем мне эти проблемы? А еще чем дороже машина, тем больше на нее налоги, тем тебе еще страшнее попасть в аварию на этой машине, еще больше переживаешь за вот это все, да. Поэтому у каждого твоего желания, у каждого твоего то, что ты мечтаешь, говоришь, есть. За этим стоит определенная ответственность. И ты должен быть готов принять эту ответственность на себя, если ты уже это хочешь. Ты хочешь ребенка, да, ты хочешь, там, не знаю, мужа или жену. Этот ребенок будет каждый день просить кушать, этот ребенок будет каждый день в туалет ходить, да, сначала будет орать постоянно, там, и так далее, и тому подобное. Это приятная ответственность, но есть люди, которые эту ответственность вообще не вытягивают и выбрасывают детей, да, к сожалению, мы об этом знаем. Есть люди, которые через год свадьбы разводятся, они говорят, да я не ожидала, что, оказывается, столько носков нужно стирать, 365 пар носков в год и так далее, да, и это нужно постоянно кушать, готовить, что я ему нанималась, что ли, или муж, что я должен постоянно работать, да, я же хочу отдохнуть, полежать, да, это ответственность, ты за что-то берешься, а возьмем глубже, Богу служить, да, петь, допустим, да, как спою, так спою, да, не пойдет, вот, запишись на вокал, сходи, учись, да, развивайся, развивай свой голос, с утра уже начинай репетировать, да, ноты учи, аккорды подбирай, гитару возьми, попробуй, с пианином, с гитарой, бубен, ну, что-то там, надо учиться, ритм учи, да, чтобы богославить, да, или ты хочешь учить Тору, извини меня, каждое утро нужно читать ее, изучать и познавать, хотя бы просыпаться на богослужения, да, которые утренние проходят, хотя бы просыпаться и слушать Тору, да, если ты уже собрал, учить Тору, да, в общем, нужно склониться, нужно склониться каф, да, кафеф, да, перед Всевышним, да, склониться и сказать, да, все, я, если я что-то хочу иметь, то я должен склониться. Бог рассчитывает на нас, то, для чего мы в этот мир пришли, и если мы уже вошли с ним в договор, мы все всегда говорим, да, вот, мы вошли в Новый Завет, Новый Завет, Новый Завет, а что это значит Новый Завет? Это новый договор, в договоре две стороны, одна сторона обязуется выполнять что-то, и другая сторона обязуется что-то выполнять, Новый Завет, Завет это договор, ты должен выполнять договор, а для того, чтобы его выполнять, ты должен смириться с теми уставами, которые прописаны в этом Завете, в этом договоре, это очень важно делать, да, я хочу закончить, да, на вот этих словах, Колоссянам 3 глава, 23 стих, 23 по 25, и все, что вы делаете, каф, все ваши дела, которые руки ваши открываются для какого-то действия, он говорит, делайте это от души, как для Господа, не как для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу, а кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия, у него нет лицеприятия, он по неправде дает тоже хорошо, по неправде получить не хотелось бы, хотелось бы получить по правде, поэтому давайте делать от души, как для Господа написано, да, вот эта вся наша деятельность, пусть будет действительно на созидание этого мира, на сотворение в этом мире что-то, не надо сидеть, не надо расслабляться, надо двигаться, надо что-то делать постоянно для него, для нашего Господина, на это скажем амэн и закончим.